Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этом видеоуроке из серии «Как сделать хорошее фото на мобильный телефон» мы рассмотрим такой полезный инструмент, как сетка. Чтобы включить сетку на телефоне, необходимо перейти в режим включения меню «Опции для фотографии» и под меню откроется сразу же возможность установить и отменить сетку. Перечеркнутая сетка – это обычная фотография. Сетка без диагональной полоски приведет к тому, что на вашем предварительном снимке, то есть то, как вы видите на экране монитора, вы будете видеть изображение, расчерченное сеткой. Это то, что мы видим при отключенной сетке, это при включенной сетке. При съемке на телефон либо на фотокамеру мы очень легко можем отойти от вертикальной линии. В телефоне мы можем его вертеть под разными углами, три степени свободы, поэтому сделать так, чтобы изображение было четко вертикально, достаточно сложно. Иногда этого не видно при взгляде на экран телефона. Это может быть незаметно, потому что все-таки изображение маленькое. Но наличие сет позволяет нам соотнести линии нашего изображения с горизонтальными вертикальными линиями. И это очень помогает, потому что, например, вот здесь видно, что вроде бы вот эта линия вертикальна, но вот эта линия вот она четко уходит под углом. И именно вот эти линии позволяют нам повернуть камеру так, чтобы выровнять горизонт и вертикаль. Это очень важно при съемке пейзажей, когда мы ориентируемся на вертикальной линии зданий, либо на линию горизонта. И это позволяет нам делать снимки, которые потом не нуждаются в редактировании. Кроме того, наличие этих линий позволяет нам распределять предмет по полю этого изображения, так, чтобы мы видели, какие части нашего изображения заполнены, какие не заполнены. Потому что, если в одну какую-то часть попадает большая часть вашего предмета, то это в дальнейшем будет выглядеть, ну, как бы очень навязчиво. Все, что помещается в центр, делает это изображение более дилетантским, чем если оно умело распределено по всей фотографии. Кроме того, эти направляющие линии используют еще и для другой цели, потому что существует понятие золотого сечения. Это направляющие линии, которые позволяют нам показывать нашу композицию, либо это архитектурное произведение, либо художественное произведение, наиболее выгодно. Если в нашем изображении соблюдены пропорции золотого сечения, а их несколько вариантов золотых сечений, то композиция воспринимается наиболее выигрышно и производит большее впечатление на зрителя. И поэтому, когда мы используем сетку, расположенную в телефоне или фотоаппарате, то вот это золотое сечение называется в телефоне и фотоаппарате представлено золотое сечение по правилу третьей. Треть, от слова треть. Золотое сечение третей. Потому что горизонтальная и вертикальная линии распределены, горизонтальная и вертикальная части разделены ровно на три части, и пересечение этих линий называется точками внимания. Если в этих точках расположены какие-то предметы, то изображение выглядит гораздо более интересно, чем если изображение находится в каких-то других местах. Наличие сетки позволяет быстро найти вот эту композицию, где изображение будет наиболее выигрышным. А в следующем видео мы поговорим о геоданных, что это такое и для чего они нужны.